Доброе утро, мир и люди, живущие в нём. Традиционно, по будням мы с вами встречаемся. Утренние эфиры, утро с Горбач, 8.02 уже на часах. Очень надеюсь, что меня видно и слышно, потому что у меня тут стоит какой-то значок. Не совсем понятно. Всё, вроде бы значок исчез. А, это будильник, может быть. У меня какой-то колокольчик появляется и исчезает. Это появляется и исчезает. И я прямо озадачивалась, видно ли меня, слышно ли меня. Но надеюсь, что да. Так, вижу ваше, вижу приветствие. Доброе утро, мир и люди, живущие в нём. Я заметила, как у меня улыбка расплывается на лице, когда я вижу, что вы пишете. Доброе утро, мир и люди, живущие в нём. У нас сегодня четверг. У нас сегодня никакой новой темы, помните, как сказали? А новой темы сегодня не будет. Ну, это мы, как в школе. Новой темы сегодня не будет. Новую тему у нас обычно в понедельник, вторник, среда. А в четверг мы работаем над практикой. У нас открытый разбор клиентского запроса. Не знаю, про что мы сегодня будем с вами разговаривать. Не знаю, что принесёт клиент, что принесёт человек в запросе, но работаем так. После эфира я сделаю окошко в сторис, где можно будет задать все вопросы. Завтра в 8 утра я на эти вопросы отвечаю. Сегодня встала в 5 утра. Сложновато вам скажу. Вы, возможно, вчера легли поздновато или не уснули поздновато. И если вы встали в 5 утра, вам сегодня в 5 утра нужно чего-нибудь приятное надо было поделать. Я надеюсь, что вы, когда приучаете себе вставать рано, то вы... Я вчера рассказывала, да, если я приучаю себя в процессе приучения себя вставать рано, например, в 5 утра, то я себе планирую, что я буду делать вкусненького, интересненького, то ради чего. То есть то, на что мне не хватает время, там, в обычное, да, если я не встаю в 5 утра, и то, на что я выделю время, если я в 5 утра встану. И вот первое время, пока организм перестраивается, я играла вот так. А потом уже можно планировать, нет, все, что угодно. Да, эти дни я встаю раньше, потому что прям чувствую потребность более длительной медитации. Мне нужно, мне сейчас нужно определенное состояние, и поэтому я встаю раньше, чтобы не 5-10 минут, а, не знаю, полчаса, минут 40 посидеть в этом состоянии. Поэтому, да, бывает сложновато, но, вот вспомните, если мы говорим про ранние подъемы, это я отреагировала на комментарии, вспомните, когда вы ходили в школу, или даже там на работу, да, и каждое утро вставать в школу, такой, твою же, блин, вообще никак, ты встаешь, ты там плетешься, где, не знаю, 5-6 утра, да, а потом каникулы и, или выходные, и вы едете куда-то, не знаю, у вас самолет на Мальдивы, да, или там к бабушке в деревню, и не то, что в 5 утра, в 4 утра вот так сдувает с кровати, просто с кровати сдувает, моментально сдувает с кровати, и не становится сложно, почему, потому что причина, почему нужно вставать, она драйвовая, она интересная, поэтому, на мой взгляд, чтобы приучить себя вставать в 5 утра, нужно не планировать вначале, что я должен сделать, чтобы достичь какой-то большей цели, в 5 утра тебе пофиг, ты спать хочешь, а не большую цель, а не большую цель, да, а на экскурсию дети вскакивают, а планировать что тут, пока организм не перестроился, а планировать что-то, ради чего этот драйв включится, ради чего драйв, либо кайф, либо удовольствие, либо расслабление включится, ради чего вы понимаете, что, а, а что у меня надо было вставать, а, из-за этого, а, ну окей, да, тогда встаю, тогда будет намного проще, потому что если на моменте, вот в процессе приучения себя, приучения, приучения, приучения себя к ранним подъемам руководствоваться только большей целью, да только энтузиазмом, энтузиазм закончится на второй день, вы первый день встанете, с какой-то дурной головой, у вас будет помутнение, как и когнитивные функции снижены, хочется спать, хочется, вообще ничего не хочется, этой большой цели тоже не хочется, ну, все нафиг, и все, на этом энтузиазм закончится, это нужно иметь железную, просто железную волю, а такая железная воля далеко не у всех, и это нормально, у всех разные структуры, не все могут быть с абсолютно тотальной железной волей, это что касается ранних подъемов, это я отреагировала, ну, хорошо, что попробовали, хорошо, что попробовали, в следующий раз попробуйте поставить чего-то очень-очень интересного, я не знаю, фильм и сериальчик, который, вот начните, хотя бы, не знаю, поставьте, или книжку какую-то полчаса почитать, или вот что-нибудь еще, да, ради чего будет интересно, ради чего будет вкусно, двигаемся дальше, да, это я тут, что-то я пропустила, Оль, да, я даже не знаю, про что ты, сори, говоришь, я просто не видела, двигаемся дальше, да, для тех, кто меня не знает, меня зовут Светлана Горбач, ну, вы в курсе, нет, если вы не знаете, то вы не в курсе, меня зовут Светлана Горбач, я психолог, на всю голову, на всю голову, ну, что, я не буду сейчас долго, у меня дофигачиваю еще сразу на утро, давайте минуту на заявки, обычно я говорю о том, что я 10 лет в теме психологии, бизнеса и денег, и 10 лет говорю о том, что деньги не про деньги, а бизнес – это лично, это очень лично, но иногда приходят заявки, которые напрямую не связаны с этим, давайте посмотрим, про что сегодня, единственный важный момент, если вы оставляете заявку, вот сейчас самое время оставлять заявки, заявку можно оставить, у вас есть такой там квадратик с плюсиком, я вижу, что там уже насыпали заявки, я не самый большой сторонник, значит, во-первых, если вы оставляете заявку, то понимаете, ради чего, да, из серии, что, а я тут заявку кину, как мой дедушка говорил, бабу брали и я взял, что-то дают, надо взять, да, если вы оставляете заявку, то понимаете, с каким запросом, для чего, чтобы что, что вы хотите получить, да, это было бы хорошо, и другой момент, подумайте, как вы сформулируете этот запрос, и как вы сформулируете этот вопрос, да, это чуть-чуть разные вещи, и третий момент, я не самый большой сторонник, работа с психосоматикой, я вот так, очень осторожна к этому, я прямо ловлю себя на том, что периодически приходит запрос, как раз про психосоматику, но обычно с психосоматикой я отправляю к другим коллегам, ну, на этом этапе пока так, я считаю, что, что очень-очень неплохо, когда человек специализируется, понятное дело, что работая с деньгами, поскольку деньги никогда не про деньги, то я работаю с огромным количеством запросов, потому что деньги, это всегда просто маяк, это всегда что-то проявляется, но вместе с тем я сторонник того, чтобы каждый специализировался в чем-то своем, а не пытался, знаете, вот это вот, и жнец, и шрец, и надудей, и грец, в конечном итоге, везде все поверхностно, да, есть темы, в которых есть специалисты намного сильнее меня, а есть темы, в которых я силач. Окей, хорошо, так, открываю заявки, да, я вижу, доброе утро, рада, когда вы присоединяетесь и пишете, и пишете приветствие. Так, я пока единственный способ, который я для себя выбрала, пока каким образом выбирать, я выбираю центральную, пока выбираю центральную, ничего мне я пока не придумала, хотя я не знаю, кубик кидать, это же, доброе утро. Доброе утро. Это классно. Сейчас минутку, ребенка отвлеку чуть-чуть, и буду с вами. Я в восторге. Дышим. Как вас забыл, простите, я не посмотрела имя, я посчитала, имя не посмотрела. Здравствуйте, я Кристина. Кристина. Доброе утро, Кристина. Доброе утро, да. Я уж разпереживалась. Ребенку подфартила, ему сейчас дадут что-то интересное, скорее всего запретное, чтобы маму не трогала, чтобы мама не увидела. Да, я ребенку дала, вручила телефон, я его подготовила, да, телефон рядышком положила. Без ошибочный вариант. Я вас благодарю. Я аж не верю, что я попала, наконец-то. Я столько раз оставляла заявки. Значит, все вовремя. Ну, да, ну, я, правда, я даже не смотрела, я просто считаю, понимаете, как считала, что там, эйники, бэйники, ели вареники. Ничего у меня пока я не придумала, как выбирать. Как в аквариуме выбирать, придумала, но пока вот никак не могу аквариум вернуть. Да, аквариум, я тоже вас смотрела, это шикарно. Верну. Не могу точно сказать, когда, но сейчас такой слишком интенсивный период, но верну аквариум. Да, я с вами. Пока. Про что работать будем? Про проявленность. Так, и что у нас с проявленностью? Мне страшно быть видимой. Ага. И что происходит? Что значит страшно? Я вас сейчас вижу. Ну, я сейчас очень нервничаю. Ощущение, что если я стану видимой, то меня из нашей стаи, из какой-то стаи выгонят, и это равно смерти. Ага. Это коллега, потому что, ну, явно коллегиальные формулировки. Да. Да? Я у вас на социальном мужестве. А, у меня на социальном мужестве, Следующий модуль ваш. Ближайший модуль ваш полностью. Да, я очень рада, что я сюда попала, на социальное мужество, наконец-то, потому что я уже хочу жить. Ага. А до сих пор что делаете? Я чуть-чуть поковыряю, чтобы понять, через что идти. до сих пор выживаю и прячусь. Попробуйте сейчас обнаруживать, вот прям сейчас обнаруживать, что, в общем-то, вам понятное дело, сейчас это не волнение, это страх просто. Внутри забившийся зайчонок такой, который, ну, типа, господи, куда же вы смотрите, меня же не видно. Попробуйте показать этому зайчонку, что смотри, вот сейчас тебя видят, какая-то тетка Горбачи и 113 человек в эфире. И при этом это очень-очень страшно, но при этом это безопасно. Это страшно, потому что когда-то было по-другому, может быть. Да, но при этом это безопасно. Да. Да. Прямо, прям вот показывать этому зайчонку, что смотри, никто не нападает. Да, можно почувствовать стопы, можно почувствовать ягодичные мышцы. Ну, то есть, заземлиться. Да. Ага. И показывать зайчонку о том, что, ну, вы же там прям зайчонок. Ну, в смысле, не в смысле там животное, да, зверюшка. Маненка, да. А там маненка. И что вот эти люди, они могут не нападать. Никто не нападает сейчас. Да. Ага. А как... Как в жизни проявляется? Вы говорите, я выживаю и прячусь, а хочу проявляться. Это в каком контексте? У меня есть подозрения в каком контексте? Ну, я боюсь, что у меня здесь нет своего места. То есть, соответственно, я ни на что не претендую. То есть, у меня нет, это меня устраивает. Так, это вы продолжаете говорить из профессиональной роли. Ну, вот даже прямой эфир я не могу. Ага. Вот. То есть, называется, я не могу заявлять о себе как о профессионале. Вообще не могу, да. Как о профессионале или вы не можете заявлять о себе, когда вам, в принципе, в отношениях с близкими что-то не нравится? И у вас, в принципе, ощущение, что нет места? Я нигде не могу. Давайте мы пойдем в ту степь, которую социальное мужество не заденет. Потому что в социальном мужестве, ну, то есть, я вижу структуры и очень много из того, из того, что вы говорите, это как раз социальное мужество. как раз в правильном месте. Потому что тут и существование, тут и весь следующий модуль, это просто вообще ваш. Пожалуйста, телеску делать, как зубы чистить. Потому что иначе начнет, иначе будет жестко. Поэтому я поняла, что ребенку два года сейчас, и я поняла, что мне... Боже, это моя мечта. Если честно, это просто вот, когда заходят, когда заходят мамочки растущих детей, и могут присмотреть, потом понимать, что происходит с ляльками, и, соответственно, лялькам давать уже совершенно другие ресурсы, это просто... Это мечта. я прям отдельно озадачиваюсь, и, возможно, задачу сделать какую настройку для мам, хотя бы теоретическую настройку для мам. Это было бы... Ну, старший мне уже очень большая девочка, а с младшим я попала туда, куда надо. Это супер. Ну, давайте мы... Смотрите, то есть здесь большой кусок того... Да, большой кусок... Это как раз-то про структуру развития. Очень большой кусок. И его... С одной стороны, их не... Это не обойти. С другой стороны, вы в проекте, и, значит, там вы... Ну, там мы можем попробовать не тратить время на это, вы там это глубоко проработаете. Начиная сейчас с права жить, в принципе, жить и быть живой. и заканчивая потом смелостью заявлять о себе, конкурировать и выигрывать конкуренцию. Звучит маловероятно, да, но честно-честно. Пока это про конкуренцию не правильно. Окей. А где в теле... Сейчас я повышу под... Потому что есть другой путь. Ну, пойдём другим путьом. И есть другой путь. Бумага. Рядом. Видите? Я могу взять сейчас. Мне нужно на три. Три. Хорошо. Будут три. Давайте, пусть будут пять, но начнём мы с трёх. Всё. Сделаем. Ой, боже, сколько. Большие, маленькие. Не имеет на тему. Комочки. Якоря. Комочки бумаг. Я камушки возьму. Я... Комочка сейчас сделаю. А? Вам как? Да, вот. У нас должен быть. Я сейчас, если буду рвать... Я возьму камочки. У меня малая, дочь моя. Она учится красный ребёнок. Ну, смысле, нормальный хороший ребёнок. Но она умудряется видеть красоту там, где, ну, в мусорниках. И она каждый раз находит какие-то камушки. Она такая, мама, смотри, какой камушек. И приносит мне в подарок камушки. У нас братья, у меня тут она собиралась куча камочек. И я их потом использую. Я говорю, давай, притаскивай. И я их потом использую. Если мне лень мять с бумажки... Я использую камушки. Я сама из Новой Каховки. У нас город на реке. У нас этих камушек тоже было очень много. И их собирала всё время. Сейчас мне я отвечу. Света, под РНК, если смотреть, то тут портал? Нет, вообще не портал. Тут не портал. То ли тут либо вывод. Ну, самый простой способ. Я не знаю сейчас, через что мы пойдём. Но тут вывод из родовой боли. Это самое простое, куда можно повести. А вообще здесь смотреть... Ну, если бы в большом формате я ввела, я бы смотрела как симптом. Я бы предположила переплетение, либо лоенность, либо и то, и то. Это я отвечаю просто за своим выпускникам. Вот. Но поскольку я не уверена, что я сейчас смогу провести полчисто вывода из переплетения, фиг его знает, может, и смогу. Да, не всегда знаешь. То я на таких, по-честному, я на таких вот открытых разборах я стараюсь ввести, ну, максимально, по максимально простым путям, да, для того, чтобы успеть закрыть, чтобы успеть завести, что-то там сделать и закрыть. Поэтому я выбираю такие пустые. Я просто отчётливо слышу либо переплетение с кем-то, либо, как по мне, так тут даже просто не одно переплетение, а такая преданность кому-то, для кого быть видимым стоило слишком дорого, кто за свою проявленность заплатил слишком высокие цены. И активация этой программы была вот в этой жизни. Это вот все то, что видно телесно, и всё то, что... и всё то, что... с чем вы будете работать на социальной мужестве. И там... Помните, я рассказывала... Я периодически рассказываю эту свою систему видения формирования травмы, формирования... не формирования травмы, принцип, по которому человек... по которому проживаются целебные травмы, да, это когда... Если есть некая программа из родовой системы, она в этой... из родовой системы, из инкарнационного заряда, она в этой жизни будет иметь точку активации. И точка активации в этой жизни — это травма. Да, то есть она... Травма либо какое-то травматическое переживание, либо какой-то... фрустрация, хотя бы. Ну, вообще-то, это такая обычная травматизация. Просто масштабы травм могут быть разные. И мне здесь звучит. Во всяком случае, в тех формулировках и в той энергии, в которой находитесь, мне здесь звучит это. Поэтому всё, что в этой жизни, да, все эти травматические переживания и блокировки в этой жизни, вы будете прорабатывать на социальном мужестве, и вступим в то, что вы там... Да, я в этом могу поставить галочку и сказать, что окей. Да, это будет прорабатываться там. А вот влияние родовой системы в социальном мужестве вы не будете прорабатывать. Ну, да, поэтому это мы сделаем сейчас. Ну, то есть мы на это посмотрим сейчас. Я вам сейчас предложу вас сделать такую довольно простую технику. Все, кто будут сейчас присоединяться к этой технике, ну, в смысле присоединяться, если вы сами для себя это будете делать, пожалуйста, я сопровождаю только Кристину. Да, это важно. То есть я веду её, я слушаю её, я чувствую её, отвечаю на её процессы, а не... да, я не буду отвлекаться, если... А у меня вот тут вот, и что мне теперь делать? Окей, назначьте, пожалуйста, один комок, один якорь, назначьте, пожалуйста, фигурой, которая будет называться родовая боль. Что такое фигура родовая боль? Это совокупность всего трэша, совокупность. это никак не чья-то одна история, а это вот весь масштабный трындец все смерти, убийства, потери, страдания, болезни, потерянные дети, убитые, замученные. Вот фигура боли, фигура родовой боль. Да, назначьте, пожалуйста, одну фигуру родовой боль. и назначьте, прям вот возьмите вот эту фигуру, и другую фигуру, возьмите другой, ну, комок бумаги в вашем случае, и назначьте вашим личным, индивидуальным успехом и процветанием, вашей личной проявленностью в этом успехе и процветании. И поставьте ровно напротив боли, но на каком-то значительном расстоянии. Да, на каком-то значительном расстоянии. Прям, если я правильно слышу, и если это по-честному, то прям на большом расстоянии, блин. Вообще не хочется. Прямо отлетает, значит, я прям начала освобождать место под это расстояние у себя, потому что если я слышу правильно, вот такое. А теперь возьмите третий, давайте комокну, третий яхарь, и назначьте с собой. Вот это и найдите место на прямой линии между вот этой фигурой боли и фигурой вашего личного успеха и благосостояния есть прямая линия между найдите себе место. Она рядом с болью. Да, я согласна. Она рядом с болью. Ну, она там, по-моему, не вплотную обнимается, но точно ближе. Ну, практически вплотную стоит. Вот тут у меня две ряда. Окей. А теперь нужно услышать и понять для начала, перед тем, как что-то делать. Что такое фигура родовой боли? Я не жду ответа. Я просто жду, чтобы вы взяли мысль. Фигура родовой боли это фигура кого? Бабушки. Мёртвых. Да. Да, да. Это фигура мёртвых. Дышать. Это ловушка, в которую попадаются огромное количество людей. Вы не первая. Не последняя. Это фигура мёртвых. И возможно у вас фигура мёртвых ассоции, да, идентифицируется с фигурой бабушки и там бабушка, ну как, она в этой фигуре. бабушка и мама. Бабушка, мама, но фигура мёртвых. И очень часто люди из разных механизмов, но между своим личным успехом и благосостоянием выбирают фигуру мёртвых. Смотрите, во-первых, это есть в нашей психике. Я сейчас чаще во-первых, есть в нашей психике. Смотрите, каким образом. Вот если вы сейчас, не дай бог, не повторять, да, представить, что вы берёте молоток или там загвоздь забиваете и случайно фигарите молотком по пальцу. Вот в момент, когда у вас есть боль, в момент, когда у вас болит палец, у вас болит один пальчик, может быть, не знаю, один процент от всего организма, но в этот момент вы забываете, что у вас не болят ноги, что у вас не болит голова, что у вас не болят уши, что у вас не болит живот, что у вас не болит грудь, не болят глаза. Вы забываете обо всём. То есть, не знаю, 99% всего, что не болит, ставится в сторону и весь фокус внимания идёт на то, что болит. А всё то, что не болит, в большинстве своём, как будто бы откидывается. Да. Согласно. Но при этом правда же в том, что всё остальное не болит. Правда. Это один момент. Это просто механизм, чтобы понимать. мама ещё, да, там два, поэтому 5 может понадобиться. И второй механизм, который происходит с человеком, это такая какая-то большая идея, что я могу кого-то спасти. Большая, это не большая идея, это большой блюк. Чтобы спасти саму себя. Нет. Чтобы не спасать саму себя. Люди пытаются спасти тех, кого спасти невозможно, чтобы не заниматься спасением себя. Но когда вы начинаете смотреть, и в этом есть много вкусного спасать кого-то, особенно спасать тех, кто больше, потому что если вы заходите в спасательство кого-то, это даёт возможность не смотреть на собственную жертву, на ту часть себя, которая жертва. дети часто начинают спасать мам, бабушек, и в принципе с этой моделью несутся спасти всю фигуру. Есть даже вот это я отработаю весь рот, и вот это вот всё. Но на самом деле очень важно понимать, прям смотреть, прям на картинку, не на картинку меня, а вот на то, что у вас на столе. Смотрите и попробуйте осознавать, что все эти люди, которые в фигуре боли, что они свою жизнь прожили. Попробуйте сейчас увидеть их силу, потому что это гордыня. Вы пытаетесь из своей боли и страха пытаетесь стать больше тем, кто со своей жизнью отлично справился. Желание спасти кого-то из родовой боли это неуважение к его силе, к его судьбе, к его договоренностям с Всевышним. Что происходит сейчас с вами? Больно. Больно про что? Что я не могу ничего сделать. Не может. А почему в этом больно? Потому что тогда надо отпустить. А почему это больно? Я не хочу отпускать. Почему? Почему это больно? Потому что они это я. Неправда. Поставьте выпить и выведите вот сделайте два у вас есть запас два еще комочка. Да вот эти два комочка назначьте мамой и бабушкой. Поставьте их за фигуру родовой боли. как вместе они там. Потом возьмите их дверь и выведите как будто бы они стоят за но чуть-чуть выведены вперед в бок чтобы вы могли их видеть отдельно дифференцированно. И скорее всего ваш помочек тоже захочется сместиться к ним с большой вероятностью что фокус внимания идет туда. Посмотрите на них и скажите на самом деле я плачу о том на самом деле я плачу о том что мне придется взрослеть что мне придется и мне так страшно быть с собой и так страшно быть я пытаюсь раствориться в вас что я пытаюсь раствориться в вас я плачу я плачу еще один что сейчас происходит с вами место спокойнее отдельно да я за них прячусь я не получилось у меня не получится у них не получилось и у меня не получится да это всегда про страх взрослеть смотри смотрите на них и скажите я зазналась и запуталась я зазналась и и почему-то я тоже решила что у вас не получилось почему-то я решила что у вас не получилось я у меня слишком большие к вам ожидания были у меня были слишком больших почему-то я решила что это я вершитель судеб и вы должны были жить так как мне считалось правильным чему-то я решила что вы должны были жить так и да а вот этого не получилось но этого не получилось похоже я заигралась знаете есть такой ролик прикольный я на минутку вас отвлеку если я найду я где-то я блин мне кто-то отправлял лазутки я если найду я прям сегодня в story специально для вас запущу а вы потом посмотрите два таких два ролика вспомнила помогу мне правило лазуткиной поищу сегодня значит один ролик и не помню я забываю все время имена актеров и актрис стоит такая очень известная актриса и у нее на лице весь масштаб офигевание и не могу в поле поле открыто не могу в поле нецензурную лекцию употреблять нельзя сейчас вот весь масштаб знаете такого и подпись это моя бабушка удивляет там бабушка прожившая не знаю там справившаяся с войной прожившая там эвакуации прожившая голод вырастившиеся семь детей не значит обнаруживают что я ее прощаю это вот один вот этот ролик и второй ролик за что ждал очень известных актера тоже я не помню и они там просто ухахатываются вот они ржу николь кидман точно спасибо николь кидман и еще родится два актера которые ухахатываются ну вот просто до какого-то истерического состояния там хватает за животы и там падая с ног и тоже значит там это мои предки которые там справились вот этим вот этим вот этим вот этим вдруг обнаруживают да что я значит прощаю их что они нежели так как мы не виделась правда я очень люблю этот ролик я сегодня в специальном продолжение эфира постараюсь найти его у себя в переписках и отправить да что я их вращаю смотрите скажите похоже вы справились настолько хорошо похоже вы справились настолько хорошо что у меня есть шанс жить что у меня есть шанс жить да еще и так чтобы судить о ком-то да похоже вы справились просто вы со справлять справлялись со своими судьбами просто вы справились со своими сомни за своей еще страшно начинать своя еще страшно и было очень удобно было очень удобно прятаться оправдывать то что я не хотела справляться тем что вы как будто бы не справились что вы как будто бы не справились а тут пришла злая горбачьи отобрал у меня это иллюзия это хорошо и похоже у меня офигеть какие сильные предки потому что справиться с вашими выбрать еще справиться выбрать такие судьбы да нужно иметь очень много сил и мужества а я еще и не умею вами восхищаться я привыкла вас жалеть заточено унижать жалостью нежели восхищаться силой вот за это получают подзатыльники потомки нет это я вам говорит можно не повторять когда потомки унижают жалостью предков они получают за это подзатыльники потому что это гордыня момент по когда будут когда вы жалеете маму и бабушку жалеть не уважаете а жалеете вы лишаетесь сил их и себя ну и своих детей потом ну потому что брать тогда нет кого да посмотрите скажите похоже нужно взросли похоже взрослеть здесь нужно мне уже пришли здесь нужно мне и похоже моя жалость к вам это жалость к себе и похоже признавать жалость к себе было страшненько просто признавать жалость к себе какое-то время и не было очень удобно жалеть вас поэтому все это время было очень удобно жалеть вас но вы справились здесь очень важно чтобы вы обнаружили на самом деле то они просто есть прямое доказательство того что они справились сидит со мной разговаривает не справились причем круто справились да я уже потихоньку отодвигаю комочек себя я вижу что есть ну что если жизнь пусть но сейчас немножечко просто такая потребность появилась и скажите тогда скажите свои похоже теперь я могу брать от вас похоже теперь я могу брать от вас да и идти в свою жизнь а не спасать вас идти в свою жизнь а не спасать вас очень страшно очень было удобно тут тусить очень страшно и очень удобно было тут формат попробуйте вот это отпустить это согласиться с тем где согласиться с местом вашей бабушки и вашей мамы если согласиться с их местом тогда где их место впереди иди где то есть не от родовой боли хочется их передвинуть по прямой по прямой куда там где стоит успех скажите я все еще пытаюсь решать ваши судьбы вместо вас все еще пытаюсь решать ваши судьбы вместо вас я не готова и тут можно конечно сказать чтобы она пока нет это выбор я понимаю понимаете вам нужно оставить их в родовой боли и уйти от них потому что их место там у них правда правда тяжелые судьбы и обесценивать их судьбы и греть нет 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 все это фигня сейчас я вас дотащу до своего личного успеха это обесценивать их силу это обесценивать выборы душ это обесценивать их опыт просто если вы начнете наконец смотреть на своих бабушек и бабушку и маму как на сильные души и признавать ту боль с которой они выбрали и справились они справились просто тогда вам придется заниматься своей жизнью а не оправдывать это их болью я при этом это не отменяет вашу боль просто у вас ваша посмотрите скажите на посмотрите на на бабушку да и скажите похоже наши души связаны похоже наши души связаны и как бы дальше наши души не были связаны ранее сейчас они связаны сейчас как душа бабушки и вновь душа бабушки и внучки а у вас душа глубоко или высоко где это глубоко вот если я вам предложу пойти в контакт с душой вы пойдете в глубину или наверх 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 и скажите как бы наши души не были как наши души не были связаны с она сейчас судьбы у нас могут быть разные разная твоя душа выбрала твою судьбу для получения нужного тебе опыт для получения но у тебя а моя а судьба выбрала мою себе для получения нужного мне опыта что происходит сейчас я успокаиваюсь и скажите его у тебя получилось все то для чего ты пришла и я тому прямое подтверждение и я там прям и подтверждение теперь моя очередь сделай то для чего пришла и я учредила только чего пришло и посмотрите на маму и скажи мне нужно было переплетение с бабушкой и 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 за бабушка чтобы навсегда привязать тебя к себе чтобы стать мамой тебе чтобы стать мамой лучше чем ты была мамой мне мне казалось что так мне казалось что так я смогу обеспечить себе ту любовь я смогу обеспечить эту любовь который мне не хватило в раннем возрасте не похоже самое главное что ты мне могла дать и я не могу быть мамой тебе я не могу мне придется признать что именно такая мама и это был мой единственный шанс родиться и это был бы я могу жалеть себя и своего внутреннего ребенка и наконец перестать жалеть тебя и мне не хватило мне не хватило твоей любви и поэтому я устраиваю все устраивала все эти кардебалеты чтобы получить любые цены получите любой ценой ну похоже у тебя нет больше похоже у тебя нет больше и я отказываюсь ждать от тебя и ждать от тебя того и вот и мне дать больше не можешь это мне дать больше я отказываюсь заслуживать у тебя любовь я отказываюсь ждать от тебя любви и отказываюсь похоже теперь моя очередь похоже теперь моя очередь давать любовь своему ребенку своему внутреннему ребенку от любовь своему внутреннему ринг именно такую которую мне нужно которыми пошла учиться там где-то мучит от тебя я похоже на конец могу взять то что ты мне то то ценное что никто другой дать не мог тебя я наконец-то могу взять то ценное что никто другой дать не мог потому что любовь себе я могу я мы я еще могу научиться давать потому что любовь себе я еще могу научиться давать а жизнь передать не могла только жизнь передать не могла только ты смотрите бабушку на жизни похоже теперь похожа теперь к бабушке через твою душу и к маме через твою душу и к маме через твою душу я могу получать я могу получать его душ нашего рода и попробуйте увидеть в этой фигуре боли на самом деле фигуру силы ну то есть это был он блин но в этой фигуре у этих людей достаточно было силу встречать свои судьбы и нефиг вам там делать потому что фигура мертвых это фигура тех кто свои судьбы встретил и прожил они справились ну и вот теперь по моему можно прощаться попробуйте посмотреть на том что вы прощаетесь из этого места и редко бывает не так часто бывает и пусть уходить потому что боль она все равно затягивает тут ваша задача решиться и начать очень медленно уходить прям пальчиком передвигать может быть не быстро может быть медленно и смотреть как меняется ваше состояние с какой скоростью вы двигаете якорь себя и и выводить себя из этого поля это судьбы другие это судьбы предков не вашим что там и Спасибо. Где вы сейчас находитесь? Посередине. Да. Постойте. Это выход. И можно сделать движение. Если есть согласие, можно... Вот там дальше может быть страшно. Потому что как быть в боли, то понятно. Типа вроде бы неприятно, но хотя бы знакомо. Привычно. Да, привычно. А теперь пробуйте двигаться вперёд. Это новое. Это уже выходить в свою жизнь. Но здесь какая-то радость появилась. Здесь страшненько. Но там уже такое... Какой-то азар. И вот медленно, осторожненько, додвигиваем. Додвигиваем его, додвигиваем. Господи, такие слова я иногда говорю. Нормально. Всё. Я, конечно, сейчас чувствую себя ребёнком, который играет в какую-то игру. Интересно. Прекрасно. Это хорошее состояние. Моё любимое состояние. Ну, здесь на самом деле все играем в игры. Хорошо, когда мы на это ещё умудряемся смотреть, как на игру. Да. Да. Я к ней дошла. Угу. И вот постойте какое-то время. Я вам рекомендую, если есть возможность оставить вообще, чтобы это поле вот так постояло какое-то время у вас, да, чтобы не сразу убрать. Угу. Я оставлю. Я рекомендую постоять на это, посмотреть. Угу. Да. Когда вы сейчас смотрите? Отодвигаем боль. Ну, она может быть на своём месте. Главное, что вы в своей жизни. Мы не властны отодвигать, мы ничего не можем сделать с родовой болью. Мы не властны над этим. Это судьба предков. Я могу быть властна только над своим движением, свою жизнь, свою судьбу, своим успехом. Тогда мне хочется себя отодвинуть ещё больше. Угу. Куда отодвинуться? Вперёд. Вперёд с успехом. А, с успехом, да, можно соединиться с успехами и сделать ещё пару шагов в своей жизни, да. Да, вот так много. Угу. И какое новое состояние рождается? Интерес. Супер. Запоминайте это состояние. Как оно разливается в теле? Какого оно цвета? Жёлтое. Чё? Жёлтое. Ваша задача — тренировать в ближайшие месяцы тренировать это состояние. Это жёлтое состояние интересов. Да. А что из этого получится? Ну, да. Как конструктор строит. Да. Да. Сохраняйте это в себе. Можно прям взять этот... Ну, я не могу брать ваш, да. Я покажу просто в сторону, да. Когда вы можете как будто бы взять вот это состояние интереса, вас, соединённый с успехом, да, разместить в себе. Почему-то хотела... Хочется завершить с вами так, отписывая «Душа» «И моя душа» Повторяйте, пожалуйста. И моя душа Возьмёт из этого сеанса И возьмёт из этого сеанса Ловно столько Еще раз Ловно столько Ловно столько Которка И необходима Только ей необходимо Я даю этому время и место Я даю этому время и место Окей! я вам предлагаю еще немножечко побыть мы и мы с вами попрощаемся еще побудьте немножечко с вот этим своим успехом и дайте этому какое-то время еще постоять и потом просто скажите этим комочком когда почувствуете что хватит скажите комочком что это просто бумажки а свой успех и себя вы забираете себе всем крестим спасибо прекрасный я за всем я на сегодня с вами прощаюсь мы встречаемся с вами завтра в 8 по берлину завтра я отвечаю на ваши вопросы сейчас я сделаю в story сапожка где можно будет вопросы задать с вами была светлана горбич психолог на всю голову пока